Космическая ракета была заложена еще за полвека до этого в Калуге, маленьком городке недалеко от Москвы. Константин Циилковский провел первое исследование по механике космических полетов. В 1890-х годах он начал заниматься исследованиями, связанными с использованием реактивного движения для создания межпланетных летательных аппаратов. В 1903 году он пришел к выводу, что ракеты на жидком топливе способны вывести человека в космос. В 1914 году Циилковский опубликовал работу, которая впоследствии стала Библией российской космонавтики. Однако в первые два десятилетия 20 века труды Циилковского не привлекали особого внимания и служили основой разве что для произведений фантастики. К концу 20-х годов России не было даже ракетного двигателя на жидком топливе. Первые два образца были построены в 30-м году. Один Валентином Глушко в газодинамической лаборатории в Ленинграде, другой Фридрихом Цандером и его подчиненными в Московском институте авиамоторостроения. В 1931 году в команду Цандера вошел энергичный молодой инженер Сергей Королев, который после смерти Цандера в 1933 году занял его место. Королеву было поручено руководить созданием первой российской ракеты на жидком топливе ГИРТ-09. Запущенная в августе 1933 года на смеси жидкого кислорода и отвержденного бензина, эта ракета достигла высоты 36 метров. Вскоре были построены новые модели. Большой энтузиаст ракетостроения Михаил Тухачевский, отвечавший к тому же за перевооружение Красной Армии, хотел создать Объединенный Центр Ракетных Исследований. В 1933 году Ленинградская газодинамическая лаборатория и Московская группа были слиты в реактивный институт, одним из руководителей которого был назначен Королев. Он разработал десятки проектов баллистических и крылатых ракет, но лишь немногие из них были реализованы. Арестованный во время сталинских репрессий, Королев получил задание создать ракетное вооружение для пикирующего бомбардировщика. По иронии судьбы спасли его немецкие обстрелы Лондона ракетами Фау-2. Несмотря на свою ненадежность и несовершенность, разработанные главным гитлеровским специалистом Вернером фон Брауном Фау-2 показали всему миру потенциал ракетного оружия. Сталин понял, что нужно резко ускорить работу по ракетной программе. В 1945 году русские и американцы начали охоту за немецкими ракетными секретами. Именно тогда зародилось опасное соперничество и началась космическая гонка, в которой Россия долгие годы успешно конкурировала с Америкой. Почти 400 немецких ракетчиков сдались американским войскам. Вернер фон Браун, спасаясь от наступающей Красной Армии, попал в автокатастрофу и сломал руку, но все-таки добрался до расположения 7-й армии Соединенных Штатов в Баварии. Американцы схватили сотни ракет Фау-2, а также производственное и испытательное оборудование. А вот на доле специалистов во главе с недавно освобожденным Королевым выпали куда более сложные задачи. Ракетные объекты, попавшие в советскую зону оккупации, были полностью разрушены. Однако советским ученым удалось составить детальное описание Фау-2 и создать несколько десятков образцов из частей, обнаруженных на ракетном заводе в Нордхаузене. В опечатанных вагонах Фау-2 отправили в Россию. Народный комиссар вооружения генерал Дмитрий Устинов считал ракетное оружие основой будущей советской военной мощи. Он приказал вернуть Королева и назначил его директором только что созданного ракетного центра. Королев и его инженеры получили задание испытать захваченные Фау-2 и создать точную копию этих ракет. В 1946 году в низовьях Волги у деревни Капустин-Яр был наспех построен ракетный полигон. Сотрудники полигона поселились в Палаточном городке. Оборудование и лаборатории разместили в железнодорожных вагонах. В 1947 году здесь начались испытания ракет Фау-2, созданных фон Брауном. В течение года была построена копия Фау-2. Новая ракета, получившая название «Р-1», впервые была успешно запущена в октябре 1948 года и преодолела более 250 километров. Главной целью ракетостроителей было создание межконтинентальной баллистической ракети. Того же в Америке пытался добиться со своими людьми фон Браун, у которого были значительные преимущества. Королев стремился догнать фон Брауна и обойти его. Было произведено 13 запусков «Р-1», половина закончились неудачно. Были и достижения, редкие, но заслуженные. К началу 50-х годов на основе первых моделей была создана более мощная ракета «Р-5», способная нести ядерный заряд на расстояние до 1200 километров. Кроме военных, ракетами начали интересоваться и ученые. Американцы развернули биологические исследования и подготовку к полету в космос. Не отставали от них и советские ученые. С 51-го года ракеты, оборудованные герметичными капсулами, начали поднимать собак на высоту до 95 километров. Во время старта животные испытывали сильные перегрузки, а затем 6 минут парили в невесомости. Во время 20-минутного полета ученые следили за частотой сердечных сокращений, дыханием и за кровяным давлением собак. В 50-е годы десятки собак, кроликов, крыс и мышей совершили суборбитальные полеты на высотах до 450 километров над уровнем моря. Собранные медицинские данные показали, что тяжелее всего животные переживали перегрузки. И все же основной целью было создание боевых ракет. Никита Хрущев считал, что оружия мощнее ракетного не бывает. Королев получил карт-бланш и неограниченное финансирование. Вместе с группой опытных инженеров он начал исследование по первой в мире межконтинентальной баллистической ракете. Для этой работы полигон Капустин-Яр был слишком мал. В 1954 году в пустынных степях Казахстана началось строительство нового ракетного центра «Тюратам». Проект отличался невероятным размахом. Были построены огромный сборочный цех, большая система газоотвода. Общий объем вырытой земли превысил 840 тысяч кубометров. Здесь же разместили огромную стартовую площадку. Но сам космодром был всего лишь половиной комплекса. В степи быстро вырос целый город. Космодром «Тюратам» строили тысячи солдат Советской Армии. Им пришлось пережить песчаные бури, 48-градусную жару и недостаток воды. Но уже через два года «Тюратам» был введен в строй. Созданная Королевым, двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7» стала прототипом для трех поколений российских ракетоносителей. 30-метровая «Р-7» весила почти 240 тонн. 20 ее стартовых двигателей, работавших на смеси кислорода и керосина, развивали суммарную тягу 350 тонн. Первое испытание «Р-7» прошло в мае 1957 года. Однако закончилось оно неудачно. Королев постоянно требовал от себя и от своих людей результата. Но «Тюратами» работа шла на пределе человеческих возможностей. Через три месяца после четырех неудачных запусков первая в мире многоступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета «Р-7» была благополучно запущена. Это событие стало началом космической эры и гонки вооружений в космосе. После успешного старта межконтинентальной баллистической ракеты Королев смог осуществить свою мечту и модернизировать «Р-7» для запуска первого искусственного спутника Земли. Уже собранный, уже собранный к тому времени спутник был достаточно примитивен. Внутри алюминиевого шара весом 73 килограмма и диаметром 57 сантиметров находился радиопередатчик, несколько простых датчиков и аккумуляторная батарея. 4 октября 1957 года спутник был запущен. Дверь в космос была открыта. В Соединенных Штатах Америки это событие вызвало шок и ужас. Запуск спутника означал, что Россия обладает ядерными ракетами, способными наносить удары по целям в Америке. А во всем мире на известия спутники реагировали с восхищением и трепетом. Тысячи людей искали в ночном небе новую звезду. Первым животным, совершившим орбитальный полет в космос, стала собака по кличке Лайка. Подключенная к системе датчиков Лайка была запущена в космос герметичной капсуле спутника под номером 2. 3 ноября состоялся старт. Собаке пришлось выдержать восьмикратные перегрузки и состояние невесомости. Но погибла она от удушья после истощения запаса кислорода в воздухе капсул. Затем ракетоноситель был дополнен третьей ступенью. Теперь, преодолев земное притяжение, ракета могла вывести на орбиту спутник весом до 4 тонн или другой более легкий летательный аппарат. В январе 59-го года межпланетная станция Луна-1 совершила первое путешествие в глубокий космос. Луна-2 достигла поверхности Луны и совершила посадку. Луна-3 передала первой в истории человечества фотографии темной стороны Луны. А группа инженеров Королева уже начала работу по проекту «Восток». Так должен был называться первый космический корабль. Он должен был вывести человека на околоземную орбиту. Команду ученых, большинству из которых не было еще и 30-ти, возглавлял 33-летний инженер Константин Феоктистов. Королев называл эту группу детским садом, но все же активно поддерживал их. К 60-му году проект «Восток» стал принимать конкретные очертания. Корабль весом в 4 тонны был оснащен спускаемым аппаратом сферической формы и специальным космическим модулем, прикрепленным к нему сзади четырьмя металлическими полосами. Спускаемый аппарат диаметром 2 метра был сделан из плава алюминия и обернут в толстый слой теплоизоляции, призванный защитить корабль «Восток» и его пассажира от температур до 1500 градусов при входе в плотные слои земной атмосферы. Внутри аппарата находилось кресло космонавта, различная аппаратура и парашютный отсек. Сначала «Восток» запускали без пилота. Первый образец, стартовавший в мае 1960 года, не смог войти в плотные слои атмосферы и находился на орбите, пока не сгорел через два с половиной года. Две собаки, белка и стрелка, а также кролики и мыши стали пассажирами 2-го Востока. Корабль находился на орбите 27 часов, затем спускаемый аппарат вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку. Впервые животные космонавты живыми и здоровыми вернулись на Землю. Однако декабрь 1960 года стал для Королева черным месяцем. Две серьезные катастрофы поставили под сомнение надежность его ракетных комплексов. Третий «Восток» с животными на борту потерял ориентацию и едва не приземлился в Китае. Опасаясь попадания секретной аппаратуры в руки китайцев, при входе в плотные слои атмосферы был взорван. Каждый элемент и агрегат следующего Востока прошел тщательное испытание с целью уменьшить факторы риска и вероятность новой катастрофы. Упорство и аккуратность были вознаграждены. В марте 1961 года было проведено два успешных запуска. Во время второго из капсулы спускаемого аппарата был катапультирован одетый в скафандр манекен, который на парашюте успешно опустился на Землю. Хрущев постоянно торопил Королева, желая во что бы то ни стало опередить американцев. И, наконец, главный конструктор доложил. «Восток» готов к выполнению задания. Поиск кандидатов в космонавты начался еще в 1959 году. Из пилотов реактивных истребителей было выбрано 200 человек. После всестороннего обследования в Центральном исследовательском госпитале военно-воздушных сил осталось 20 человек. Руководителем программы подготовки будущего отряда космонавтов назначили генерала авиации Николая Каманева. Подготовка началась с лекций по астрономии, навигации и динамике полета. В специальном центре, построенном под Москвой, будущие космонавты проходили курс физической подготовки, занимались кроссом, гимнастикой, спортивными играми, плаванием и прыжками в воду. Затем началась серьезная парашютная подготовка. Параллельно вылазь и специальная подготовка, ведь никто не знал, с какими опасностями физическими и моральными космонавт столкнется во время полета. Режим подготовки был основан на медицинской теории данных, полученных во время полета животных. Организм космонавта подвергался десятикратным перегрузкам на специальные горизонтальные центрифлуги, которые имитировали условия запуска и возвращения в плотные слои атмосферы. Часами они потели в особых камерах, где температура достигала 55 градусов. Одним из наиболее тяжелых испытаний была неделя, проведенная в специальной камере одиночества. Абсолютная тишина и тусклое освещение способствовали возникновению клаустрофобии и жестокой депрессии. Испытуемых раздражал любой шум и мерцание света. Без камеры люди выходили совершенно измотанными, будто бы действительно побывали в космосе. Готовили их и к невесомости. На реактивных истребителях они летали по крутой параболической траектории, на несколько секунд достигали этого состояния. На летающей лаборатории Ту-104 невесомость продлевали до 35 секунд. В специальном отсеке космонавты учились маневрировать и выполнять простые задания в этой необычной обстановке. Шестеро из двадцати космонавтов лучших из лучших составили отряд, которому суждено было совершить первые космические полеты. Для каждого из шести космонавтов было сделано свое кресло. Экзамен по устройству, обслуживанию и управлению космическим кораблем «Восток» космонавты сдавали самому Королёву. 5 апреля 1961 года несколько космонавтов прибыли на базу «Тюратам», только что переименованную в космодром «Байконур». На заседании Государственной комиссии генерал Каманин назвал имя человека, который будет первым. Летчик-испытатель, старший лейтенант, 27-летний Юрий Гагарин. Его дублером был назначен Герман Ситов. «Восток-1» доставили на стартовую площадку. Проверка корабля была закончена к 3 часам утра 12 апреля. В 6 утра Королёв объявил, «Восток» к полёту готов. В 7.00 первый космонавт планеты занял место в кабине корабля. Люк уже закрылся, и началась последняя предполётная подготовка, как вдруг один из датчиков показал, что между стенкой капсулы и люком остался небольшой зазор. Гагарин 2 часа пролежал в своём кресле на самом верху корабля «Восток». Он очень волновался, но держал себя в руках, пока команда техников снимала и меняла люк. По иронии судьбы виноват был совсем не люк, а датчик, который передал неправильную информацию. В 9.00 Королёв объявил минутную готовность, и начался обратный отсчёт. Гагарин сохранял спокойствие. В 9.07 он услышал грохот стартовых двигателей. Когда «Восток», опираясь на столб огня, начал отрываться от земли, Юрий Гагарин сказал «Поехали». Ракета прошла через высокую облачность и исчезла из виду. Человек вырвался в космос. Полная автоматизация управления позволила Гагарину рассматривать планету через иллюминатор, следить за приборной доской и разговаривать с Землёй. После одного полного витка вокруг Земли началась посадка. Через 108 минут после старта Гагарин совершил посадку недалеко от города Энгельса на Волге. Его обожжённая капсула, которая поднялась на высоту 320 км над уровнем моря, приземлилась неподалёку. Первые слова Гагарина передавали по радио. «Я хочу доложить партии и правительству, что посадка прошла нормально. Чувствую себя хорошо. Травм и синяков нет». По всей стране на улице высыпали толпы торжествующих людей. А 14 апреля Гагарина, которого во время полёта произвели в Майора, встретил в московском аэропорту Никита Крущён. По дороге в Кремль, где Гагарину должны были вручить золотую звезду героя, его встречали восторженные москвичи. Вскоре первый космонавт стал больше, чем просто национальным героем. Его обаяние, широкая улыбка вселяли в людей веру и гордость за свою страну. В то время эта вера, по крайней мере в области космических исследований, была вполне обоснована. Два американских суборбитальных запуска продолжались всего лишь 15 минут и были бледным напоминанием полёта Гагарина. Следующей целью Королёва был запуск нескольких космонавтов сразу. Дублёру Гагарина Германа Титулу предстояло узнать, как влияет продолжительная невесомость на тело и разум человека. Учёные опасались, что продолжительная невесомость может нанести серьёзный вред человеческому организму. Титов получил приказ немедленно прекратить полёт в случае ухудшения здоровья. 6 августа 1961 года «Восток-2» вывел Титова на орбиту. Впервые во время запуска на космодроме присутствовали советские гражданские журналисты. Говорит «Орёл» услышали на Земле, когда «Восток-2» вышел в космос. Жаль, что вы не можете этого почувствовать. Утром 7 августа Титов совершил посадку неподалёку от Саратова. Он провёл в космосе 25 часов 18 минут, совершив 17 витков вокруг Земли. Космонавт номер два доказал, что человек может существовать в условиях невесомости. Но возникшие у него симптомы поставили много вопросов. Как долго человек способен работать в космосе? Чтобы помочь космонавтам адаптироваться к головокружению, были разработаны новые упражнения. Следующие пилоты, майор Андриан Николаев и подполковник Павел Попович, провели немало времени в сложном устройстве, которое вращало их одновременно в трёх плоскостях со скоростью до 30 оборотов в минуту. Николаев и Попович должны были совершить одновременный полёт на двух кораблях. Им предстояло провести в космосе больше времени, что давало возможность определить, было ли головокружение у Титова случайным, а также ответить на множество новых вопросов. 11 августа состоялся запуск «Востока-3» с Николаевым на борту. Корабль «Восток-4», на котором на следующий день стартовал Попович, прошёл в 6 километрах от «Востока-3». Космонавтам удалось установить радиоконтакт. Николаев провёл в космосе 94 часа и установил новый рекорд. Попович – 71 час. Но советские запуски в космос уже не вызывали былого интереса. Крущёв снова хотел оказаться первым. Королёв предлагает отправить в космос женщину. В 62-м году по программе подготовки космонавтов начали заниматься пять женщин. Среди них была и 25-летняя ткачиха Валентина Терешкова. Именно она станет первой женщиной-космонавтом. Возможно, Терешкова была не самым квалифицированным кандидатом. Зато вполне соответствовала определению домохозяйки, которые дал королёв. К подготовке и тренировкам она подходила очень серьёзно. Коллеги-мужчины сначала не принимали её всерьёз, но позже проникли с ней уважения. Космонавт Андриан Николаев был настолько очарован прилежным новичком, что вскоре женился на Терешкова. Терешкова приняла участие в ещё одном двойном полёте. Её напарник, подполковник Валерий Быковский, стартовал на космическом корабле «Восток-5» 14 июня 1963 года. Говорит, ястреб передалось с орбиты. Ожидаю чайку. Через два дня чайка, у которой от волнения сосала под ложечкой, лежала в своём кресле на самой верхушке «Востока-6», ожидая обратного отсчёта. Старт прошёл безукоризненно. Планировалось, что полёт Терешковой будет продолжаться один день, но находясь в космосе, они попросили продлить миссию ещё на три дня. Хотя казалось, что она чувствует себя неплохо, данные телеметрии показывали, что Терешкова испытывает серьёзное головокружение и тошноту. Быковский же, напротив, чувствовал себя прекрасно. Четыре раза он парил в своей капсуле, проведя в состоянии свободного полёта 6 часов и не сообщил о каких-либо проблемах. 19 июня Терешкова совершила посадку в Казахстане, проведя в космосе 71 час. В тот же день приземлился и Быковский. Он установил новый рекорд – 119 часов в космосе. А Королёв уже давно мечтал о создании многоместного космического корабля. Его мечта осуществилась созданием корабля «Восход», ставшего трёхместным преемником «Востока». Несмотря на многоместность, по интерьеру и конструкции «Восход» был точной копией «Востока». В капсулу того же размера было помещено три лежачих креста. Четыре посадочных двигателя на твёрдом топливе обеспечивали капсуле мягкое приземление. В состав первого космического экипажа важны полковник авиации Владимир Комаров, Константин Феоктистов и врач Борис Егор. 12 октября 1964 года новый ракетоноситель вывел на орбиту первый в мире космический экипаж. Космонавты провели серию экспериментов, совершили 15 витков вокруг земного шара, а затем мягкую посадку. Очередной задачей был выход человека в открытый космос. Двухместный «Восход-2» был оборудован специальным шлюзом, позволяющим космонавту выходить в космос и возвращаться в корабль. 30-летнему подполковнику Алексею Леонову предстояло первому в мире выйти в открытый космос. Два года он готовился по специальной программе. Те же приёмы отрабатывал и командир «Восход-2» полковник Павел Беляев. «Восход-2» стартовал 18 марта 1965 года. Во время первого витка корабля вокруг Земли началась подготовка к выходу. В начале второго витка Леонов слегка надоёл на выходной люк и его выбросило в космос, словно пробу. Человек вышел в космическое пространство. Дважды прокричал по радио Беляев. Оттолкнувшись от станции на всю длину троса, внезапно Леонов оказался во внештатной ситуации. Он начал крутиться вокруг своей оси, не имея под рукой ничего, что могло бы остановить это движение. К счастью, свернувшийся трос замедлил вращение. С большим трудом космонавту удалось подтянуться к капсуле. Добравшись до люка и находясь над Сибирью, Леонов вновь столкнулся с проблемой, на этот раз куда более серьёзной. Во время пребывания в космосе его скафандр увеличился в объёме и больше не проходил в люк корабля. Чудом космонавту удалось протиснуться в воздушный шлюз. «Восход-2» приземлился в заснеженных лесах Урала в сотнях километрах от запланированного места. Прошло три дня, прежде чем промёрзших Леонова и Беляева нашла команда спасателей, пробившаяся к ним сквозь густой лес. Этот трудный, но успешный полёт стал последним в рамках проекта «Восход». Леонов доказал, что человек способен жить в открытом космосе, и командир продемонстрировал возможность посадки на ручном управлении. Будущее советской космической программы казалось как никогда светлым и безоблачным. Было совершено 8 успешных запусков, 11 космонавтов провели в космосе в общей сложности 456 часов. С 1957 года Советский Союз произвёл запуск более 100 искусственных спутников Земли. Были разработаны тяжёлые ракеты и новое поколение космических кораблей. Первое десятилетие советской космической программы прошло необычайно успешно. Космонавты устанавливали рекорды и прославляли свои имена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова